Здравствуйте! Время новостей на телеканале УТС. С вами Вячеслав Горланов. О самых важных событиях нашего региона расскажем прямо сейчас. Новый инжиниринговый центр открыли сегодня в Новосибирске. Над каким уникальным проектом работают сейчас специалисты? 140 фотографий о войне, надежде и мире. О чем еще рассказывает проект военного корреспондента из Донецка. Сотрудничество в транспортно-логистической сфере и взаимное привлечение инвестиций. Новосибирск сегодня принял делегацию китайских бизнесменов. Визит состоялся в рамках 11-го форума поддержки малого и среднего бизнеса России и Китая. Что наш регион готов предложить международным партнерам и какую выгоду получит, узнал Александр Ширудила. Диалог мирового уровня. Руководство Компартии Китая, предприниматели провинции Джэцзян, третьего по объемам товарооборота региона Поднебесной, знакомятся с потенциалом Новосибирской области. Интерес в Новосибирской области колоссальный, крупнейший логистический центр. Это мы говорим про ПЛП, это мы про Толмачева. Лев Николаевич очень ярко рассказал про наше инновационное развитие, и про Скиф, и про Академгородок, и многое что другое. Биотехнопарк. Новосибирску есть чем гордиться, есть что показать. И в этом смысле китайские наши коллеги уделены возможностями. В Новосибирской области и сегодня уже работает 150 предприятий с китайским участием. А товарооборот между регионом и Поднебесной составляет 5 миллиардов долларов. При этом потенциал намного выше. Глобальная задача форума – наладить прочные связи между бизнесменами двух стран. Конечно, нужно помогать. Когда малое предприятие, ему трудно пройти и осуществить эти поставки, осуществить там железнодорожные поставки. Если объемы небольшие, он контейнер может собирать, полконтейнер. До этого нужно все централизованно говорить. И вот девушка китаянка выступала, говоря о цифровых площадках. Вот это нужно добиваться. Это быстро нужно делать, быстро помогать. Потому что, ну, конечно, цифровизация малого и среднего бизнеса у нас сильно отстает. Но это все возможно делать. Первая часть форума состоялась в Москве. Новосибирск принимает вторую. Кстати, за 11-летнюю историю – первый из городов-хозяев, располагающийся в азиатской части страны. Следующий визит будет принимать уже китайская сторона. В Поднебесной, заинтересованной в продукции, производимой в Новосибирской области. От продуктов питания до медицинских изделий и станков. Александр Шарудила, Валерий Павлов, Новости ОТС. 65 лет перевозки пассажиров в Бердске. Сегодня поздравляют работников одного из старейших автотранспортных предприятий области. А тех, кто обслуживает маршруты общественного транспорта, в материале моих коллег. Просыпаюсь в 5 утра, в полшестого я уже здесь. И сразу иду к диспетчеру, получаю путёвку, потом к медику, потом к механику на выпуск. Ну а потом непосредственно к автобусу. В 6 часов я выезжаю из гаража. И в 6.20 у меня уже начинается рабочий день. Андрей Берунов – водитель маршрута номер один. Возит пассажиров через весь город. От железнодорожного вокзала до микрорайона Белокаменный. В этом году получил новый автобус. Мне нравится работать. Я с 99-го года с людьми катаюсь. Я возил детей сначала в школьных автобусах, потом вот здесь. И я уже сколько лет за автобусом, поэтому за рулём автобусов мне нравится. Коллектив хороший, директор у нас очень хороший. В подчинении директора Бердского АТП больше сотни человек. В основном мужчины. Елена Бороздина руководит предприятием 12 лет. Сумела завоевать любовь и уважение коллектива. У нас работают высокопрофессиональные люди, профильные кадры. Это и в ремонтно-механических мастерских, это и токари, и слесари по ремонту автобусов. Это и газоэлектросварщики, из рук которых выходят практически новые автобусы. Есть династии у нас. Одна большая дружная семья. Предприятие сумело выстоять в тяжёлые времена кризисов. Сегодня рядом работают и ветераны, и молодёжь. Кто-то возит людей, а кто-то ремонтирует технику, чтобы она каждый день выходила на линию. Работа нравится. Почему? Потому что нет, скажем, шаблонности в моей работе. То есть постоянно что-то новое, что-то где-то в одном автобусе это делаем, в другом другое делаем. Городские муниципальные автобусы перевозят 3 миллиона пассажиров в год. Работники бережно хранят традиции ещё того, советского предприятия, но стараются идти в ногу со временем. За последние несколько лет существенно обновился автопарк. В основном это пазики российского производства, которые адаптированы в том числе и для перевозки инвалидов. В честь юбилея работникам предприятия вручают памятные медали и подарки. Особая благодарность ветеранам, которые стояли у истоков развития Бердского АТП, а сегодня помогают молодым работникам. В планах АТП открывать новые маршруты, обновлять автопарк, привлекать больше квалифицированных кадров и построить тренажёрный зал для работников предприятия. Надежда Волгина, Семён Путинцев, ОТС «Бердск». Инжиниринговый центр открыли сегодня в СГУПСе. Это часть федеральной программы «Передовые инженерные школы». Флагманский проект центра, в работе над которым будут принимать участие студенты – новый рельсошлифовальный поезд. Светлана Шевченко продолжит тему. Уникальность нового поезда в способности шлифовать рельсы со скоростью до 30 км в час. Для сравнения сейчас в России для ремонта путей используют поезда, которые движутся в шесть раз медленней. Это позволит ускорить ремонт железнодорожной инфраструктуры и сделать его дешевле. На обучение в центре набрали 45 бакалавров. Студенты будут работать над проектом вместе с сибирскими и уральскими инженерами. Когда приходят выпускники на предприятие, еще образуется процесс переподготовки, обучения. Сегодня данная программа, сформированная в Пишурфу, позволяет бесшовно приходить выпускникам на производство и вливаться в производственный процесс практически без переобучения. Открытый сегодня новый инжиниринговый центр аккумулирует работу над проектом поезда сразу трех кластеров. Филиала передовой инженерной школы Уральского университета кластеров, компании Синара транспортные машины и самого университета студенческие путевые машины. Все эти три структуры объединены одним проектом. Это создание современного инновационного рельсошлифовального поезда, который выполняется по заданию и в рамках гранта правительства по созданию высокотехнологического оборудования и предметов высокотехнологичных. Проект входит в реализацию инициатив государства по развитию высшего инженерного образования в России в планах у новой структуры до конца года заключить контракт с российскими железными дорогами. Новые технические характеристики, которые будут внедряться здесь, новые возможности, это все сделано для того, чтобы повышать качество российских железных дорог, в том числе и для превышения провозных способностей. И этот же поезд, мы уверены, будет использоваться на новом ВСМ-2.0, который сейчас планируется проектировать на участке Санкт-Петербург-Москва, где будет реализована скорость до 400 км в час. Скоростной рельсошлифовальный поезд должны запустить в 2027 году. Испытывают технологию на полигоне Сибирского университета. Пути сообщения чаще всего ремонта требуют транссип, бам и подходы к портам. Сейчас РЖД требуется 15 таких локомотивов. Светлана Шевченко, Тарас Тарасов, Новости ОТС. В НГУ запустили первую очередь суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Кластер предназначен для работы с большими языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом, в том числе чат GPT и гигачат. Сегмент разместили в учебном корпусе. Позже технику перевезут в научно-исследовательский центр. Отмечу, оборудование превосходит все аналогичные серверы, которые есть в академических организациях за Уралом. Его предельная вычислительная мощность составит 10 петафлопс. Это квадриллион операций в секунду. В полноценном виде суперкомпьютер должен заработать в 26-м году. Стало еще более удобным и оснащенным. В селе Лянино с Двинского района завершают ремонт отделения почтовой связи. Обновляют за счет средств областного бюджета. В деревнях почта служит местом притяжения. Каким будет обновленное здание – далее в нашем сюжете. В селе мало кто помнит, когда в последний раз ремонтировали почту. Сегодня работа кипит. Строители подвели все инженерные коммуникации, обновили потолки, полы, утеплили стены. Завершают благоустройство крыльца и подъезда для маломобильных жителей. Больше всего времени ушло на полы. Это разобрать, засыпать песком, потому что сам уплотняющийся. Потом щебенки уплотнили, потом заармировали бетон. Вот мы видим, что наша почта прям преобразилась. Это большое дело для нашего села. Несмотря на то, что интернет у нас все-таки развивается, и компьютерные технологии развиваются, идут вперед, но тем не менее живое общение ничем нельзя заменить. И вот люди, которые большую часть своей жизни прожили именно в той среде, в общении человеческом, они не могут сейчас уже перейти на это дистанционное цифровое общение. Поэтому почта все-таки очень важна для села. На почте селяне производят коммунальные платежи, получают пенсии, социальные выплаты, приобретают газеты, журналы. Можно купить товары повседневного спроса по доступным ценам. Жители села с нетерпением ждут окончания ремонта. Без почты жизни нет. Газеты, корреспонденции, посылки. Все идет через почту. Почта всегда нужна. В Сдвинском районе сохранены все почтовые отделения на центральных усадьбах, работники которых обслуживают и жителей малых сел сельсовета. Например, Лянинский почтальон выезжает в Барлакуль. И хотя люди стали меньше выписывать газеты и журналы, но почтальоны рады всегда. Почтальон раз в месяц приносит, потом туда возит почту, да и почту, и пенсию. В этом году в Сдвинском районе провели капитальные ремонты почтовых отделений связи в двух селах – Нижний Чулым и Лянина. При поддержке Министерства цифрового развития связи Новосибирской области на основании соглашений, которые заключены между нами, выделяются нам денежные средства на ремонт данных отделений почтовой связи. На следующей неделе строители обещают закончить ремонт в Лянина. Там установят новую офисную мебель и почта заживет своей привычной жизнью. Татьяна Кияева, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Сразу три новых школы строят в Новосибирском районе. Каждая на 550 мест. Их открытие позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются жители пригорода-мегаполиса. Сейчас их детям приходится добираться на уроки за несколько километров. Сергей Толмачев продолжит тему. За моей спиной микрорайон Элитный. Рядом микрорайон Березки. Дома здесь растут как на дрожжах. Люди с удовольствием переезжают. Город близко. Поэтому уже сегодня ежедневно на автобусах в соседний Краснодаровск приходится перевозить около 700 учеников. Но новая школа будет в пешей доступности уже в этом учебном году. В году календарном закончат все строительные работы, чтобы передать здание в ведение Министерства образования для лицензирования. Стройплощадка 3 гектара, поэтому была возможность разместить рядом большой стадион с тренажерами, турниками и безопасным покрытием. Проезды – это асфальтовое покрытие, площадки детские и стадион, футбольное поле с резиновым покрытием. Толщина резинового покрытия варьируется в зависимости от назначения площадки и даже в рамках площадки она варьируется в зависимости от того, какой тренажер стоит. И целых три спортзала внутри – игровой, гимнастический, тренажерный. Сегодня отделку уже завершили, рабочие монтируют доски в классах. Мебель ждет на складе, а у директора приятные хлопоты – набрать штат учителей. То, что подают люди резюме, уже есть, но не хватает. И дополнительно работаем с медуниверситетом, разговаривали, возможно, будем делать какую-то целевую команду, которые даже студенты 4-5 курса, которые, возможно, придут сюда работать. Сейчас, в феврале, уже будем делать такую команду. В здании два корпуса для старших и младших классов. Между ними административные помещения и столовая. Такие же школы заканчивают сейчас в селах Марусино и Толмачево. Школы на 550 мест у нас, по сути, не было за последнее время. То есть это как раз тот новый проект, который одновременно у нас пошли три школы. То есть мы откатали определенные проектные решения. Планируем признать после ввода в эксплуатацию данную школу типовой и в дальнейшем уже использовать эти проектные решения, чтобы сократить сроки проектирования. Например, в Кудришах, где тоже появится похожая школа. И возить детей в соседние микрорайоны на автобусах не придется. Сергей Толмачев, Сергей Жданов, Новости ОТС. Сегодня ключи от новой квартиры вручили сироте-инвалиду в Новосибирске. При выборе учли нужды новосела, нашли дом с подъемниками для маломобильных жильцов. Специально подготовили и жилье. Как обеспечивают сирот квадратными метрами в Новосибирской области, узнал Александр Сульдин. Социальное такси, подъемник для коляски. Александр осваивается в новом для себя пространстве. Это квартира на третьем этаже. Но инвалиду-колясочнику нетрудно добраться. Здесь позаботились о доступной среде. Как только заходишь в эту квартиру, сразу же бросаются в глаза некоторые необычные детали планировки. Например, вот эти вот проемы в прихожей и в комнату. Они более широкие, чем стандартные. Так удобнее перемещаться на инвалидной коляске. Санузел оборудован целой системой поручней. Полбалкона вровень с полом кухни. Отделка готова, плита на месте. Заезжай и живи. Нечто сбывается. Участие вам, удайте, чтобы все было хорошо. Спасибо, спасибо. Александру Иванову 30 лет. Он сирота, пока живет в интернате в городе Опь, но уже готовится к переезду. Для него это не просто квадратные метры. Шаг в новую самостоятельную жизнь. Меня подтолкнули люди, что это возможно. И с ограниченными возможностями люди на территории квартир проживают самостоятельно. Что поверь, это так. И пока я, конечно, не верю до сих пор, но уже обсмотрев квартиру, я понял, что действительно это так. Просто к этому социуму надо адаптироваться. В этом году на покупку жилья для сирот Новосибирской области выделили 4,5 миллиарда рублей. Квартирами обеспечат тысячу человек. Финансирование увеличивается ежегодно. И я уже, как сказала, вопрос является одной из приоритетных задач. Поэтому все вопросы защиты жилищных прав, они находятся на контроле правительства Новосибирской области. Граждане, которые ограничены в возможности здоровья с учетом маломобильности передвижения, при обретении жилых помещений будут учитывать с индивидуальным подходом. А у Александра Иванова свои планы. Собирается записаться на курсы, чтобы получить востребованную профессию. Александр Сульдин, Евгений Агеев, Новости ОТС. Сделать жизнь родного мегаполиса яркой и насыщенной. В Новосибирске стартовал форум «Активный город». Целую неделю представители некоммерческих общественных организаций будут делиться опытом. Сегодня тема «Деятельность ТОСов». Екатерина Широких подробнее. Благоустроить двор, провести праздник для жильцов многоквартирника, помочь волонтерам и привлечь молодежь к здоровому образу жизни. Задач перед активистами территориальных общественных самоуправлений много. Сегодня подводят итоги года. Татьяна Макаренко, председатель ТОС «Гвардейский», рассказывает, в их микрорайоне привели в порядок аллею памяти земляка. Герой России Сергей Амосова. Есть информационные доски вдоль этой аллеи. Причем, начиная с детства, воспоминания, учился в нашей школе. Произвели зонирование пространства. Мы окантовали, чтобы удобно было, они двухсторонние, пройти, прочитать. Отсыпали их. И между досками посадили красивые растения. Голубой ель глобоза называется. Пузырь плодник красный, можжевельник зеленый. Это контрастно, красиво. На форум приехали десятки председателей ТОСов. Вопросы на повестке дня, развитие придомовых территорий, организация помощи бойцам спецоперации, подготовка к юбилею победы в Великой Отечественной войне, в реализации проектов помогает городская администрация. Сегодня есть как финансовая поддержка, так, конечно же, мы стараемся с ТОСами взаимодействовать на предмет развития добрососедских отношений. Потому что это очень важно. И кто, как не ТОСы, могут дойти практически до каждого жителя, донести какие-то наши, в том числе, мысли. Поэтому такое социальное партнерство у нас существует. В Новосибирске сейчас работают 148 товарищ-собственников. Их задача, в том числе, организовывать и спортивный досуг. Приуспел в этом деле ТОС Кожевниковский, где проводят занятия по северной ходьбе. И это не просто прогулка с палками. В 2019 году это техническая дисциплина в спортивном туризме. Присуждается разряд. Руку обязательно надо вынести. Ротация должна быть лопаток, да. Перекат обязательно. Нельзя бежать. Бег – это уже красная карточка. Фаза полета слегка – это уже красная карточка. Форум «Активный город» проводит в девятый раз. Организатор Управления общественных связей мэрии Новосибирска. Обсуждать жизнь мегаполиса будут до конца октября. Екатерина Широких, Евгений Павлов, новости ОТС. Больше 50 памятных фотоальбомов «Донбасс. Война и люди» получили библиотеки Новосибирской области. Сегодня прошла торжественная передача книг. Мы просто обязаны чтить память о наших героях, рассказывать об этом, рассказывать молодому поколению о их подвигах. И пока мы помним о наших защитниках, честно говорим про это, они с нами, и они с нами будут всегда. Книга-проект фотографа и военного корреспондента из Донецка Дениса Григорьука. В альбомах кадры, которые он снимал 10 лет в самом эпицентре событий в Донецке и его окрестностях. В фотокниге 140 фотографий. Они сопровождаются обширными авторскими текстами. И к этому часу это все. Еще больше новостей смотрите и читайте на гурсайте. Мы следим за развитием событий. До встречи. Новосибирск. Новосибирск. Здравствуйте. Прогноз на 25 октября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 27 метров в секунду. Влажность 85%. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем плюс 7-9. В последующие двое суток ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха в субботу плюс 6-8, в воскресенье плюс 4-6. На этом о погоде все. С вами была Мария Лунева. Отличного настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова